Внимание, неожиданное заявление. В аннексии в целом нет ничего плохого. Это слово дословно переводится с латыни как «присоединение». Довольно безобидно, не правда ли? Негативный оттенок оно приобрело из-за нарушения международного права, ведь ООН рассматривает аннексию как нечто незаконное лишь в случае силового захвата. Это и пара других резолюций, а также политическая карта мира, наши лучшие друзья, на следующие несколько минут. Вы видите территории, которые когда-либо были аннексированы. Часть из них мировое сообщество признало. Случится ли то же самое с российской аннексией Крыма? Давайте выясним. Это просто Крым. Самая важная история о полуострове простым языком. 90-й год. Весь мир обсуждает объединение ГДР и ФРГ. Тысячи немцев несут плакаты с призывом разрушить границу между государствами. Чуть позже ГДР перестала существовать и вошла в состав западного соседа. Некоторые считают это событие аннексией. Правозащитники подали это заявление резкой критики. Но если отбросить очевидный политический контекст, Нарышкин прав. ФРГ перенесла на территорию ГДР свои законы и валюту, поглотила земли восточного соседа и действительно провела аннексию. Однако никому и в голову не пришло осуждать немцев. Эта аннексия была законной. Ее признали все страны и международные организации. Журналисты BBC замечают, во время этой аннексии ФРГ не отправляла в ГДР зеленых человечков. А вот на Гавайях, которые США аннексировали в конце 19 века, войска были. Впрочем, эту аннексию мир тоже признал. Возможно, потому что тогда сразу несколько стран делили Латинскую Америку. Конечно же, с применением оружия. Вряд ли очередной захват территорий кого-либо удивил. Но это, напомним, 19-е столетие. Еще одна аннексия случилась во время Второй мировой. Советский Союз оккупировал Эстонию, Латвию и Литву. Многие страны сопротивлялись этому и настаивали на политике непризнания. С Балтийской Советской Администрацией отказывались сотрудничать, а Совет Европы твердо стоял на позиции, что данная аннексия незаконна. Почему же мир де-факто признал границы Советского Союза и, как минимум, не применил санкции? Что поделать? Издержки поствоенного времени. Так говорят исследователи. Но далеко не все аннексии мир проглотил. Это Ближний Восток, Голландские высоты. Израиль отобрал их у Сирии после шестидневной войны. Реакция молниеносная. Совбез ООН собрал совещание и решил, что аннексия была незаконной. Прошло полстолетия, но ее до сих пор не признали. Пожав плечами, власти Израиля начали строить на Голланах новые поселения и даже запустили туристические маршруты. Вот только попасть сюда иначе, как через израильские блокпосты, невозможно. Самолеты на аннексированную территорию не летают. Кроме того, ни одна страна не инвестирует деньги в этот регион. Еще жестче обошлись с Ираком. Вы могли слышать об операции «Буря в пустыне». Павшие дивизии Саддама Хусейна, 70 тысяч иракских военнопленных и кладбища техники. Это ответ мировой коалиции на аннексию Кувейта. Ирак до сих пор выплачивает этой стране репарации. Экономические санкции с Ирака не снимали в течение 13 лет, вплоть до смертной казни Хусейна. Весна. 14-й год. Россия нарушает фундаментальный хельсинский акт о признании границ и проводит аннексию Крыма. Как и в случаях с Галанами и Кувейтом, ее не признают. Половина мира вводит санкции против всех причастных к этому событию. Количество таких людей и компаний постоянно растет. Ничего уникального. Мировое сообщество склонно до конца отстаивать политику непризнания. Такова практика новейшего времени. Но наш рассказ не будет полным, если мы не признаем еще один факт. Внутри мирового сообщества встречаются местами робкие, местами не очень попытки принять захват Крыма. Но такие голоса тонут во всеобщем хоре осуждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зависована